В галерее Химбанке открылась выставка работ Союза архитекторов Ивановской области. Вернисаж природен к празднованию Всемирного дня архитектуры. На стендах лучшие проекты, как уже воплощенные, так и те, что только предстоит реализовать. Интерьеры, культовая архитектура, многоэтажки. Эта выставка – своеобразный ток работы за пять лет. Ивановские зодчи работают не только на территории области, но и за ее пределами. Так на выставке можно увидеть проект масштабного храмового комплекса в Магадане. Так случилось, что нас туда судьба так далеко занесла. И была проделана большая работа. Это пока эскизный проект, но в дальнейшем строительство предполагается, и рабочее проектирование. Пока очень большой сложный комплекс, его надо было собрать. Он многофункциональный, отвечать должен современным каким-то уже требованиям. Большую насыщенность всевозможными помещениями. И это надо было все увязать, чтобы это все было визуально красиво. На открытии выставки состоялся честный непочетный архитектор России Виктор Шахматова. В сентябре он отметил 70-летие. В числе известных проектов последних лет – памятник Дмитрию Геннадьевичу Бурылину в литературном сквере. Я-то считаю, в своей профессиональной карьере самое главное – это проект реконструкции исторического центра города Иваново. Этот проект был сделан еще в 90-х годах. Ну и по основным параметрам застройка исторического центра идет, в общем-то, по этому проекту. Хотя пора бы уже его освежить. Архитекторы признаются, к сожалению, не все новые проекты в городе можно назвать удачными. Есть случайно построенные здания без градостроительной проработки, не в контексте окружающей среды. Есть здания, которые не сгармонируют, допустим, по высоте с окружающей застройкой. Или плохо завершают какой-то угол. Но есть такие здания. И даже прозвучало предложение на каждом новом здании размещать табличку автора, чтобы повысить уровень ответственности. Но с таким предложением согласны далеко не все. Как уверяют участники выставки, в конечном результате не всегда виноват архитектор. Коллеги говорят, нет. Вот проект, а вот постройка. Сейчас архитектор оторван от процесса строительства, нашим законодательством, к сожалению. Поэтому не за все архитектор отвечает. А чаще приходят это самое. Или заказчики, которые говорят, вот там уберите что-то лишнее, сэкономьте на чем-то. Или строители, которые не хотят совершенствоваться в своем мастерстве. И там мы так не умеем. Так ну, учитесь. Нет, не хотят. Убеждаю заказчика, что надо что-то упростить, там еще что-то. А бывает сейчас инвесторы говорят, ну у нас и так покупают, зачем нам стараться. Каждый промах требует детального разбора, считают участники выставки. Чтобы другие архитекторы делали для себя выводы и не допускали ошибок, которые портят облик города. С этой целью сразу после открытия выставки мастера приняли участие в круглом столе, чтобы обсудить актуальные проблемы городской архитектуры и строительства.